Что нам стоит построить модель гибкого фотоэлектрического устройства? Юные инженеры вернулись с победой с международного детского конкурса «Кванториада-2019». Он улыбается под маской, а на экране гаджета графики фиксируют. Радость. Это прототип тренажера для управления мимикой. В перспективе он сможет помогать восстанавливать подвижность лицевых мышц людям, перенесшим инсульт. Работает на основе датчиков электромиограммы. То есть, если человек показывает на лице какую-то эмоцию, то об этом можно узнать при помощи приложения на нашем телефоне. В будущем в нашем проекте будет ставлен еще датчик электромиограммы, чтобы определить истинность этой эмоции и определить, реально ли человек испытывает ее или нет. Психоэмоциональный тренажер – одно из направлений или треков международного конкурса детских инженерных команд. В контряде 10 треков. В четырех участвовали команды из Чуаши. К примеру, в направлении гибкой электроникой юные инженеры разрабатывали модель гибкого фотоэлектрического устройства. Мы занимались проектом гибкие солнечные элементы. То есть, солнечные элементы, которые способны к деформациям и при этом не теряют в своей эффективности. Команда X-Energy работала над канатной дорогой. Ребята из ITEM над гибридной системой электроснабжения. В заочном этапе участвовали более 60 тысяч детей. В финал вышли команды, успешно разработавшие инженерные модели. Работали, как обычно работаем, с любыми вариантами проектов. Начиная от проблем, дальше двигались к каким-то вариантам решения, анализировали, думали, решали какие-то текущие задачи. На помощь наставников в финале, надеяться, не приходилось. По условиям ребята дорабатывали свои проекты самостоятельно, стремясь их усовершенствовать. Если устройство заработало, команда признавалась победителем. К слову, этот порог преодолели все представители Чувашии. А если заработало, имея наилучшие технические характеристики, то это абсолютные победители направления. Лучшую материальную модель «Микрогрид» собрали и запустили юные чебоксарские инженеры. Та система, которую мы сейчас пытаемся построить в макете, воплотить в макете, это будущее электросетей. То есть это совершенно новая топология построения электросетей. В ней в качестве генераторов электроэнергии могут выступать и альтернативные точки энергии. На доработку проекта ребята получили грант в 1 миллион рублей. В перспективе при помощи разработанного устройства можно снизить потребление энергии на 20%. Ирина Волкова, Юлия Адюкова, Бахтияр Велиев, Республика. Продолжение следует...